Я думаю, что сильной стороной западных вузов является несколько факторов. Первый из них, самый важный, высокий уровень интернационализации. То есть идет постоянный обмен студентами и ППС. Это очень важно, потому что Европа относительно маленькая, и в ней находится очень много разных государств. И вот этот обмен между государственными структурами, между структурами, которые отвечают за высшее образование, очень обогащает трудовую деятельность и профессиональную деятельность специалистов. Первое. Второе. Бюджетирование очень хорошее в среднем. Если мы говорим о крупных государственных вузах или полугосударственных вузах, то они имеют очень хороший бюджет, который имеет право осваивать, развивая науку. То есть любая наука — это относительно затратный момент для многих организаций. И поэтому, естественно, если у них есть бюджеты, то они могут позволить себе проводить различные эксперименты, вести различные проекты, что опять же повышает уровень узнаваемости их. Вы знаете, мне кажется, любая предпринимательская деятельность — это все время некий такой вызов самому себе, потому что это в основном отсутствие стабильности, так как любая предпринимательская деятельность подразумевает риски и инвестирование в определенные проекты. И мой трудовой день может выглядеть относительно спокойным. То есть я могу целый день сидеть в офисе, работать, писать тексты, готовить программы, вести различные телефонные разговоры. Но часто бывает так, что я в течение нескольких дней провожу в корпорациях, то есть где я непосредственно провожу обучение, либо работаю с различными клиентами. И уровень предсказуемости моего графика относительно низкий, потому что иногда некоторые заказы могут поступать в течение одного-двух дней, и нужно вылетать в различные города или даже страны. Поэтому это деятельность, которая у меня все время ассоциируется с неким таким хаосом, но опять же с креативностью, потому что ты всегда пытаешься найти новых интересных людей, новых заказчиков, и те, которые уже сегодня есть, они спонтанно могут появиться на горизонте и попросить прилететь, что я в основном и делаю. Вы знаете, изначально, когда я был еще школьником, мне хотелось обычной стабильной зарплаты, стать, не знаю, космонавтом или инженером. Но в какой-то момент я понял, что точные науки не моя сильная сторона, и, в принципе, у меня по моей биографии большая часть моих родственников именно врачи. Но работать с людьми, которых нужно лечить, не было, наверное, моим призванием, но при этом мне хотелось работать с людьми. И поэтому я выбрал именно факультет социологии и психологии в Мюнхенском университете, который я закончил, потому что мне хотелось работать именно с людьми, и при этом как можно больше путешествовать и работать на стыке культур. И так как я сам имею относительно интересный бэкграунд касательно культурного многообразия, то мне хотелось все время соединить все это в одну какую-то общую деятельность, что, в принципе, стало моей деятельностью как лектора, как тренера и как предпринимателя. По сей день занимаюсь ей, занимаюсь ей очень охотно. Есть свои недостатки этой профессии, перелеты различные, нестабильность определенная финансовая. Но это мое предпринимательское начало, это мое предпринимательское проявление. И, в принципе, я сам определяю свою судьбу и свое развитие. То есть, если мне это перестанет нравиться, то, наверное, я уйду, не знаю, начну писать какие-то мемуары, либо рисовать, либо сочинять музыку. Но на данный момент мне нравится моя трудовая деятельность, и я хотел бы ее углублять и расширять. Я учил китайский язык, к сожалению, владею очень плохо. У меня основной рабочий язык — это все-таки английский. Но Китай для меня всегда был страной очень интересной. Во-первых, с точки зрения культурного наследия. А во-вторых, все-таки за Китаем очень большое будущее, как мне казалось. И когда я еще был студентом, я имел возможность проходить практику и в Канаде, и в США, и в том же Казахстане, и даже в России. В какой-то момент я понял, что Китай — это вот как раз то пятно географическое, которое у меня еще не закрыто. И мне очень хотелось понять, как Китай развивается, почему они стали такими успешными за последние 30 лет. И я договорился в ВУЗе о том, чтобы моя дипломная работа была посвящена китайским темам, что, в принципе, и соответствовало потом реальности. И свою диссертацию также написал о интернационализации китайских корпораций. И проведя в Китае более 4 лет суммарно, я просто проникся неким уважением к этой стране, к этой культуре, к ее достижениям. И теперь пытаюсь донести другим студентам или другой целевой аудитории, что есть определенные алгоритмы развития Китая, которые можно и нужно повторить. То есть, как говорят в Китае, копировать нужно, потому что копируя, ты не совершаешь то большое количество ошибок, которые ты бы совершил, начинал с нуля. И я считаю, что китайская экономика, китайское чудо, они, в принципе, заслуживают внимания, потому что некоторые факторы можно повторить в том же Казахстане или в России. Давайте рассматривать это все относительно проще. То есть, отойти от академических интерпретаций и спросить себя, что такое ВУЗ. ВУЗ, по сути, это продукт. А если это продукт, то его, естественно, можно рекламировать, его можно расширять, его можно коммерциализировать в умеренных понятиях, естественно. И если мы говорим о узнаваемости ВУЗа, то тут, в принципе, работают обычные инструменты. Для того, чтобы продукт стал более узнаваемым, с ним нужно работать, его нужно представлять аудитории. Как это можно делать? Первое, чем занимаются уже многие казахстанские ВУЗы, это проведение конференций. Это также публикации в различных узнаваемых журналах. Но чем казахстанские ВУЗы практически не занимаются, и что у нас значительно бы начало повышать их рейтинг в международном пространстве, это проведение своих собственных интересов, конференций за пределами Казахстана. То есть у нас сейчас мы наблюдаем картину, когда многие ВУЗы, в том числе Казахский национальный университет, проводят большое количество мероприятий у себя здесь на территории. Это хорошо для внутреннего маркетинга и пиара. Но следующий шаг для более высокого уровня узнаваемости был бы, если бы казахстанские ВУЗы начали проводить различные свои собственные мероприятия за пределами Казахстана, в той же Европе. По сути, это вопрос частично бюджетирования, но на самом деле под хорошие мероприятия всегда можно найти спонсоров. Я сам занимаюсь организацией одного крупного мероприятия, мы всегда находим спонсоров. То есть это вопрос просто правильного подхода и менеджмента. И вот если бы казахстанские ВУЗы более усиленно стали бы проводить свои собственные мероприятия, конгрессы, конференции, выездные сессии рабочие за пределами Казахстана, то, естественно, это бы привлекало внимание локальной прессы, это бы привлекало внимание локального научного сообщества, и тем самым это было бы очень хорошим инструментом и каналом продвижения. С Казахским национальным университетом я уже работаю с 2014 года, являюсь приглашенным преподавателем, приезжаю обычно на две недели, читаю лекции на английском языке. Работать с Казну мне очень нравится, особенно мне нравится работать с молодыми, очень предпринимательски настроенными студентами. Дело в том, что у меня группа в основном всегда спецподбора, то есть там студенты, которые владеют хорошо английским языком, и которые являются успешными студентами. И вот с такой группой мне всегда очень приятно работать, потому что любая преподавательская деятельность подразумевает не только поток информации с моей стороны, но я также получаю информацию от студентов, как они мыслят, как они думают, какие у них планы, какие у них идеи. И вот некоторые курсы, которые я веду, они так и называются курс креативности или креативность и инновации. И вот в рабочем моменте, именно в интеракции, именно в диалоге со студентами, то есть не фронтальные занятия, а именно диалог со студентами, иногда мы приходим и создаем очень интересные, классные бизнес-идеи. И я как предприниматель, как бизнес-тренер всегда восхищаюсь тем, что можно работать даже с не очень пока еще образованной или подготовленной публикой, но здравый смысл, здравый подход этих студентов позволяет вместе с ними в течение двух недель создать очень интересные бизнес-идеи или улучшить существующие. Наверное, когда ты предприниматель, собственник, у тебя понимание свободного времени и рабочего времени очень относительное. То есть я работаю всегда, когда мне хочется работать. И в основном мне всегда хочется работать. То есть у меня, в принципе, нет субботы и воскресенья. Но если я чувствую, что я устал, или мне не хватает немножко, не знаю, там, музы, то я просто отключаюсь, занимаюсь спортом. Я очень люблю плавать, я люблю бегать. То есть спорт – это, наверное, одна из самых важных составляющих вообще в жизни человека, когда он имеет возможность физиологически напрячься и психологически сделать разгрузку. Поэтому если у меня есть свободное время, я либо занимаюсь спортом, либо встречаюсь со своими друзьями, которых у меня очень много, хотя, наверное, они больше у меня знакомые, нежели друзья, и как бы общаюсь по душам с ними, проводя время либо в парке, либо в театре, в кинотеатре, иногда в ресторане. Если мы говорим о предмете, вы знаете, наверное, книга. Книга. Причем она может быть и электронной. Потому что книга позволяет человеку прочитать, если не понять, не понял смысл вернуться к прочитанному и еще раз осознать. Все-таки, согласитесь, большая часть знаний, которые мы получаем в ВУЗе, они, да, они теоретической натуры, но мы их получаем, в принципе, не только же от профессора, мы их в первую очередь получаем от литературы. А литература — это некий фундамент. То есть мы не можем хорошо подготовить специалистов, если у них не будет хорошего теоретического фундамента. Тут самое важное, и это второй предмет, который можно, может быть, расценивать как предмет, это практика. То есть книга как некое проявление, символическое проявление теории и практика. Вот соотношение теории и практики в бизнесе и вообще в образовании в целом очень важно. То есть, согласитесь, странно будет, если вы придете к врачу или к архитектору, который только читал книги, но никогда сам не оперировал, не строил дома. Почему? Потому что те теоретические знания, которые он получил благодаря книге, их недостаточно, ему нужны навыки, а навыки развиваются только в процессе деятельности, то есть в процессе практики. Поэтому для студента, для любого студента, который хочет стать успешным предпринимателем или вообще просто профессионалом, очень важна теория, хорошая теория, и параллельно с этим практика. И это как раз то, к чему стремятся сегодня многие успешные вузы, комбинируя теорию с практикой. У Хабар есть так называемый Казах-ТВ. Казах-ТВ, я считаю, удачным проектом. Он вещается на низких языках, они дают хороший контент. Есть только одна сложность. Казах-ТВ всего лишь один, который способен вещать на разных языках. Первое. Второе. Как много обычных обывателей, обычных граждан Европы смотрят Казах-ТВ? Смеют утверждать, что о нем практически никто ничего не знает. Я считаю, что Казах-ТВ есть хорошее начало, но это, знаете, это некий фундамент. Нужны дополнительные мультипликаторы. То есть одного государственного канала недостаточно. Нужны мультипликаторы в лице обычных граждан, которые являются журналистами, являются блогерами, являются представителями искусства и деятельности, интеллектуальной. То есть они намного сильнее будут заманивать и могут заманивать аудиторию и привлекать их внимание, нежели один государственный канал. И это естественно. Если вы сегодня спросите обычного студента или обычного жителя той же Германии, Франции, Австрии, какими медиа он пользуется, вряд ли он вам скажет, что он смотрит Казах-ТВ. Он вам вряд ли даже скажет, что он смотрит телевизор, потому что он в основном терпает свою информацию через интернет. Тот же YouTube, те же всякие различные блоги, Инстаграм и так далее, соцсети. То есть у нас сейчас произошло сильное изменение, отток целевой аудитории, молодой целевой аудитории от телевидения в соцсети. И это нужно учитывать. То есть Хабар, как таково, как канал, он может быть и прекрасным каналом и давать хороший контент. Проблема в том, что его мало смотрят. А если его мало смотрят за рубежом, значит сила его влияния очень низкая. Поэтому сейчас, если мы хотим продвигать интересы казахстанской культуры и вообще казахской культуры в целом, нужно сделать ударение на маленьких мультипликаторов. Не на крупные государственные каналы, а именно на маленьких мультипликаторов, которые являются представителями интеллигенции, которые являются представителями искусства, а это значит театр, это значит музыка, и которые являются социально активными блогерами, которые также могут доносить до иностранной целевой аудитории конкретную информацию. И тут, конечно же, ваш комментарий о том, что эту информацию желательно доносить на родном языке для целевой аудитории, очень уместно. То есть, по сути, хороший журналист должен владеть как минимум нескими языками, что дает ему возможность черпать информацию с разных источников, комбинировать ее и выдавать на родном языке для целевой аудитории, на родном языке ту информацию, которую хотелось бы донести. Поэтому сегодня мультиязычность неотъемлемая часть успеха. Я хотел бы молодежи пожелать несколько вещей. Первое, чтобы они понимали, что от их выбора, профессионального выбора, будет зависеть их будущее. То есть ту профессию, которую они сегодня выбирают, она будет влиять на их развитие. Второй момент, чтобы они уже сегодня осознавали, что им в течение их трудовой деятельности придется несколько раз переучиваться, то есть менять свою профессию. По всей вероятности так и будет, потому что мы живем в различном... Мы сейчас живем в мире, в котором различные проявления глобализации и по многим суждениям образованных людей, футурологов, качественных футурологов, мы идем к обществу, в котором каждые 5-7 лет будет меняться проектная деятельность трудовая, а значит и сама трудовая деятельность. И третий момент, который хотелось бы пожелать, умение отличать пустое от твердого. Что я под этим подразумеваю? Пустое — это когда создается видимость, что ты успешен. Видимость, которая создается благодаря дорогим машинам, дорогим часам, поездкам, полуобнаженным женщинам на фотографиях. Это все напускное. Твердое — это все, во-первых, материальное, а во-вторых, от этого счастья больше не становится. Есть твердое. Твердое — это семья, это здоровье, твердое — это также благополучие эмоциональное, духовное. Твердое — это знание, то есть это профессия. То есть когда вот это твердое, твердое, оно и является хорошим стабилизатором даже в сложных жизненных ситуациях. Потому что машины, яхты, поездки, мужчины, женщины, они приходят и уходят. А это твердое, оно остается, и оно формирует человека. Поэтому я хотел бы молодежи пожелать, чтобы они обращали больше внимания на это твердое и меньше уделяли своего драгоценного внимания вот этому пустому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!